Привет, друзья! Вы никогда не догадаетесь, куда я приехала. На самом деле, это место, где есть совершенно замечательная кузница. А мы ищем место для проведения дня рождения. Сейчас я вам покажу. Мы выбираем вот эти вот места. Здесь остановились. Сейчас я покажу, что здесь есть. Ну и расскажу, как этот день рождения будет проходить. Вот такой вход. Старый дом. Постройки где-то 70-х годов. Видите, естественно, здесь кованая ограда. Вот такие красивые двери. И мы идем в саму кузницу. Здесь есть место, где мы будем праздновать. Здесь будет еда, столы, шатры. Все вот в таком виде. На самом деле, очень так приятно. Именно из-за того, что нет порядка. И вот этот творческий бардак для кузницы – это то, что мы хотим. То, что нам надо. Вот хозяева праздника. Здесь есть кузница. Ребята, скажите, как вас зовут? Нас зовут Саша и Саша. И именинник тоже у нас будет Саша. И это все кузница. Я так понимаю, мы будем ковать ножи, в это время гулять, отдыхать. Покажите, что здесь есть. Чуть-чуть вот просто. Потом мы снимем уже в работе это все. Ну, немножко молотков, чуть-чуть. Самая малость, да? Штук 40 тут молотков висит. Мы самые лучшие, самые дорогие прячем, конечно. Под полой держим. А где они ковать вообще это будут? Вот здесь. Для тех, кому этих молотков не хватает, у нас есть тоже молотки чуть побольше. Вот это вот. Так, сейчас я должна отойти, чтобы показать этот молоточек. Это бельгийский молот 50-х годов, а это советский молот 63-го года, Белогорск. Я поняла. То есть сначала привозят, на самом деле, я так понимаю, эти молотки, а потом вокруг делают дорожки, да? Это что-то не было. Это бельгий за бетоном, почти метр бетона. Иначе просто не выдачат. Я бы под такой молоточек попасть не хотела, честное слово. Когда к нам дети приходят, и ты раз говоришь, не ходи туда, или второй раз говоришь, пальцы лицом, я говорю. Вот здесь вот для увеличения ушей. И дети перестают ходить, да? Единственное, у меня последний вопрос. Я более подробно... Я более подробно этот процесс покажу уже на празднике жизни, поснимаю тут, конечно. Из чего они будут делать нажив? Покажите, вот из чего их делают. Я не знаю, заготовки это или еще что-то. А вот такой кусок металла, и из этого потом получится нож. И каждый уйдет со своим ножом, и все одинаковые? Да. Они будут одинаковые. В общем, одинаковые, как нож. Окей. Но они все будут разные. Как идея. Это же ручная работа, и получается, у человека каждый... Делает свои удары, поэтому все ножи будут разные. Они будут, в общем, как машина. Все на четырех колесах, но по факту все разные. Каждый нож подпишем? Да. Отлично. Да. В общем, господа, место мы выбрали. Теперь нам нужно продумать меню, нужно продумать тайминг всего мероприятия, и, собственно говоря, заманить сюда именинника, потому что он, в принципе, не знает, что его ожидает. Ну, буквально через месяц. Подготовка длится очень и очень долго. На часах 7 утра я собираюсь на мероприятие. Вот, смотрите, как выглядит моя бедная машинка. Она вся забита. Тут два холодильника, куча пакетов, еда, 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 еда. В общем, очень много всего. Приедем, покажу, что это я все везу. Что ж, друзья, я уже приехала обратно. Сегодня шаббат, и сегодня здесь будет проходить такое мероприятие, кузница. Вот есть у нас уже работники. Небольшая лекция. И пойдемте, покажу вам стол. И вот наша поляна, где мы накроем стол. Сначала это будет завтрак. Немножко в варварском стиле, таком мы придумали наше мероприятие. Все размораживается. Там можно полежать. А здесь стол. Все деревянные подносы. Там пока накрыт. Сюда мы выложим сыры, фрукты, овощи. Здесь уже лежит пирог, орешки, лимонад. Что такое? Будет красиво, покажу, когда накроем. Здесь моя рабочая зона. Здесь я буду готовить обед. На обед у нас сегодня осады, копченая курица. И хвосты тушеные с каштанами и красным вином. Все покажу. А вот и процесс. В 2017-2018 год. Началось великое переселение народа. Отсюда скупим. Вы знаете, что это за дерево? Так растет орех пекан. Вот такой огромный. Сейчас я вам покажу. Очень скоро это будут орехи. Пока он вот такой. Скоро можно будет собирать урожай. А где одноразовые тарелочки? Вот такой завтрак. Вон тарелочки. Вот такой завтрак у нас получился. Сыры, намазки. Пиши. Пирог. Фрукты. Можно я просочусь? Ой. Скажите, когда уже можно брать? Не важно. Можно брать. Печенье, лимонад. Это до того, что мы к чему-то притрагиваемся? Ешьте, берите. А дверь, не, ну это не делайте. Какие культурные гости спрашивают? Когда можно брать? Можно сразу. А музыкальное сопровождение нам сегодня обеспечивает известный барк Лев Болотин. Я обязательно дам внизу, в описании ссылку на его YouTube-канал. Заходите. Настроение сумасшедшее. Почувствовать, понять, бывает очень сложно. Давай поговорим сегодня не спеша. Поговорим о том, чтобы все переменилось. Как жаль, что мир не стал. Чуть-чуточку добрей. Тепло нам дарят встречи, Которые случились. Дверь всегда открыта Для моих друзей. Поговорим о том, Как всех простить. Как сделать так, Что быть прощенным. Смогу ли я понять и объяснить, Не улича других и не быть уличенным. Поговорим о том, Поговорим о том, Куда ведут мосты. Судьбою мы, Шутя, Без нот играем. Лишь ты они, Бывают призрачно пусты. И мы мосты свои Порой дотла сжигаем. Вот ящик со сказкой, да? А вот здесь готовится уже обед. Обратите внимание, Что у нас будет на обед. И те ножи, которые сейчас куются, Уже пойдут в работу. И вот наш обеденный стол. Осада. Ножи. Ножи пошли. Можешь, ножи пошли в ход. Саш, покажи нож, который ты только что сегодня сделал. Вот он, вот он. Режет нормально? Режет Америка. Отлично. Я могу руками взять или нет? Можно руками. Правой. Лучше левой. Я попробую, чтобы вы знали вкусное пелье. Вот копченая курица. Там надо соус макнуть. Курица. И здесь у нас есть бычьи хвосты. Есть глубокие тарелки для бычьих хвостов. Что такое глубокие тарелки? Ну, а вот они здесь. А какой соус? Вот примерно вот так. Прошло минут 20. Вот посмотрите. Суп у нас не осталось совсем. От 4 кучек. Ну, вот тут несколько хвостов осталось. Иди сюда. Вот такое будет. Ну, очень интересное получилось. Такое. Грязно-вкусное. Правда ведь? Грязно-вкусно все. Не, я кую. Немного мяса. В общем-то, аппетит у народа хороший. Да, не страдает народа. Ну, дерьмарь. Мой рабочий день закончился. Все собрали. Я с удовольствием, уставшая, но довольная, еду домой. Классное место, ребята. Координаты дам всем. Ссылки в описании к этому видео. Все, машинка моя теперь уже почти свободная. Я налегке домой. Ну, и что может быть прекрасней дороги домой? С чувством выполненного долга. Отличный получился день. Накормили завтраком, накормили обедом. Почти 30 человек. Все довольны, все счастливы, все сыты. А главное, это было очень нестандартно, очень круто, очень классно и, конечно, очень вкусно, потому что с тетей Соней хорошего всем вкусного настроения. Будьте счастливы. Субтитры подогнал «Симон»